здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вам ролик который я назвал черная флешка файл мегантропы значит давайте я вам чуть-чуть зачитаю вот из этого файла мегантропы здесь кому будет интересно сможете еще найти статьи и прочитать я значит вам зачитаю один такой файл справка об известных антропологических находках скелетов людей высокого роста в 1879 году в сша висконсине во время строительных работ были найдены позвонки кости черепа огромного размера и толщины о чем сообщили местные газеты в 1821 году в сша в штате теннесси под развалием древней каменной стены обнаружили два человеческих скелета ростом 2 метра 15 сантиметров в 1877 году штате невада рабочими золотой артели обнаружены тела человеческие кости замурованные скальную породу кварцевого происхождения при исследовании сохранившихся останков костей было установлено что в обнаруженных фрагментов костей правой ноги имеется перелом размер ноги от колена до стопы составлял 97 сантиметров владенец такой конечности при жизни имел рост 3 метра 60 сантиметров возраст кварцита в котором обнаружены окаменелости 185 миллионов лет в 1883 году штате юта обнаружено несколько могильных холмов с захоронением людей ростом от 1 метра 95 сантиметров в 1885 году в гастервилле пенсильвания с большом могильном холме был обнаружен каменный склеп в котором находится скелет высотой 2 метра 15 сантиметров на стенах склепа вырезанные изображения людей птиц и животных в 1890 году в египте археологами обнаружен каменный саркофаг с глиняным гробом внутри с мумией двухметровых двухметровые рыжеволосой женщины и младенцем скелета мумии имеет характерные отличные отличия от древних египтян в 1899 году шахтеры рурской области в германии обнаружили окаменелые скелеты людей ростом от 2 10 до 2 40 сантиметров в 1912 году в лавлоке невада в пещере вырубленной в скале обнаружены скелеты мумифицированной женщины рост которой при жизни составлял 2 метра и мужчины около 3 метров в 1930 году в австралии старатели при разработках на приисках яшмы в районе бассово пролива обнаружили окаменелые отпечатки человеческих ног большого размера принадлежащих к расе гигантских людей мегантропусов ростом от 2 10 до 3 65 сантиметров рядом в речных отложениях археологами обнаружены каменные артефакты ножи и топоры дубинки и струги весом от 4 до 9 килограммов обнаруженные отпечатки человеческих ног схожи со скелетами гигантопитеков обнаруженных китайскими археологами по фрагментам челюстей и зубов рост китайских гигантопитеков составил от 3 метра до 3 с половиной метра весом около 400 килограммов в 1985 году австралийскими антропологами организована экспедиция для исследования района приисков с целью обнаружения остатков мегантропусов на глубине до 3 метров от поверхности земли обнаружен окаменевший коренной человеческий зуб размером 67 на 42 миллиметра человек являющийся владельцем такого зуба должен был иметь рост не менее семи с половиной метров весом около 370 килограммов углеводородный анализ определил что возраст этой находки составляет 9 миллионов лет в 1936 году немецкий палеонтолог и антрополог ларсон коль обнаружен 12 мужских скелетов мегантропов на берегу озера элайзи в центральной африке погребенных в братской могиле при жизни ли эти люди имели рост от 350 до 375 их черепа имели скошенные подбородки и по два ряда верхних и нижних зубов ох ё-моё в 1939 году на территории польши во время захоронения расстрелянных был найден окаменелый череп мегантропа высотой 55 сантиметров человек которому он принадлежал должен был иметь рост не менее трех с половиной метров в 1950 году на аляске рабочие строившие дорогу обнаружили в одном из могильных холмов два окаменелых черепа позвонки и кости ног принадлежащие расе мегантропов размеры черепов составили 58 на 30 сантиметров имели двойной ряд зубов и непропорционально плоские головы в верхней части черепов имел имел имелись круглые отверстия сделанные при жизни хирургическим путем длина костей голени составляла от 150 до сантиметров в 1950 году в южной африке под кеншасом заир на алмазных приисках был обнаружен фрагмент огромного черепа высотой 45 сантиметров на черепе выше надборных дуг имелись два выступа напоминающие рожки антропологами определен возраст черепа в девять миллионов лет в 1971 году в квинсленде австралия австралийский фермер стерен волкер на своем поле выкопал большой фрагмент человеческой челюсти с зубами высотой 5 сантиметров в 1979 году мегалонг-вэлли австралия в голубых горах в источниках ручья местными жителями найден торчащий камень с частью отпечатка стопы древнего человека на котором от ли отчетливо видны пять пальцев поперечный размер который составлял 17 сантиметров если бы отпечаток ступни сохранился полностью то он имел бы 60 сантиметровую длину из чего следует что человек оставивший этот отпечаток имел 6 метровый рост в устье пересохший австралийской реки молгоа крик в том же году обнаружены три отпечатка человеческой стопы сохранившиеся в окаменевшей лаве размером 60 на 17 сантиметров и длина шагов 130 сантиметров такие же следы обнаружены обнаружены в известняковом русле реки верхней маклей размером 10 на 25 сантиметров множество останков расы мегантропов гигантопитеков обнаружены на обнаружены на острове ява в китае бирме полинезии скелеты людей трехметрового роста были найдены в пещерах эквадора 1928 год мексики 1938 год в альпийских пещерах швейцарии 1577 год обнаружили скелет ростом четыре с половиной метра который выставляли для демонстрации в люцернском университете в 1980 году советскими археологами на плато около туркменского села хаджа пиль ата в городе на за из застывшей лавы обнаружены около 2000 с половиной следов динозавров среди которых обнаружены две цепочки пятипалых следов принадлежащих человеку одна из них состоит из следов размеров 26 сантиметров что соответствует следам современного человека ростом до двух метров следы другой цепочки имеет длину размером 60 сантиметров человек оставивший их должен был иметь рост около пяти метров на этом ролик заканчиваю ребята ссылку оставляю кто захочет прочитать больше читайте два еще там файла на эту тему вы можете найти спасибо за внимание подписывайтесь на канал буду показывать вам много интересных документов до свидания